доброе утро миша спасибо большое за представление действительно наш новый проект путь йоги и немножко у нас мы углубимся в тему не только духовного развития но сегодня наши темы передачи наши будет домашняя практика и что такое домашняя практика для чего она нужна как приступить к этой практике для тех кто только начал осваивать йогу практику будет особенно эффективны домашние занятия йоги как наладить этот процесс и мы сегодня с наташей об этом поговорим но сегодня очень много вопросов интересных я даже боюсь что мы может быть все темы не успеем обсудить зависит конечно от велеречивости но не нам с наташей есть о чем рассказать и я могу точно сказать что домашняя практика она прежде всего помогает вашему телу постепенно привыкнуть к тренировкам и закрепить полученные в студиях занять навыки да то есть нельзя себя ограничивать ни в коем случае если мы начинаем заниматься йогой то йога должна быть каждый день наташ привет ты с нами приветность да я с вами еще раз я представляю свою соведущую наталья огородникова с нами сегодня опять в эфире очень чему очень рада преподаватель йоги йогин с более чем 17 летним стажем и мастер как раз домашней практики поэтому наташин конек наташа на любимая тема вот и добрый день и так мой первый вопрос будет к наташи зачем нам нужна домашняя практика я также еще сегодня расскажу как аюрведы к этому относятся вообще нельзя разделять конечно йогу и аюрведы это настолько понять такие вещи которые настолько близки друг другу и очень важно их совмещать поэтому проверю немножко поговорим и так наташ расскажи нам пожалуйста зачем нужна домашняя практика и почему это так важно в прошлый раз мы говорили про оздоровительные свойства йоги как одна из составляющих йоги и звучало одна из сутр патанжали что болезнь это препятствие для успокоения ума действительно если нас беспокоит болезни то ум не может быть спокойным это мы все хорошо понимаем если что-то болит мы сконцентрированы на этих ощущениях что с этим делать как вылечить почему за что и это и так далее в этом смысле здоровье не является целью йоги но и ее как бы необходимым условием а также благоприятным побочным эффектом еще здесь мне бы хотелось вспомнить такую сутру тоже патанжали которые очень люблю звучит она так боль которая еще не наступила так я неправильно перевожу напрямую можно избежать боль которая еще не наступила под волю конечно понимается не только физическая боли в широком смысле проблема которая еще не наступила можно избежать подумайте насколько это правильно да когда что-то наступил это уже факт может с ним разбираемся но можно предвидеть и в этом смысле йога имеет такие превентивные свойства это все так подхожу плавно к домашней практике и хочу сразу оговориться о серьезных очень всех разговариваем чтобы не было ощущение что мы йогу считаем панацеей от 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 всего абсолютно что можно вылечить с помощью йоги конечно все нельзя я для себя этот вопрос поняла так что все что в принципе излечимо она излечится йогой без каких-то других влияний вещи которые не неизлечимы и их можно перевести в нулевую динамику с помощью йоги что согласись очень неплохой результат но абсолютно точно не согласна конечно когда болезнь перестает развиваться это в общем уже можно сказать излечение в некотором смысле до прогресс можно остановить какой механизм в принципе запускается помимо того что просто мы в асанах растягиваем мышцы усиливаем кровообращение лимфы и так далее что само по себе оздоровительный эффект имеет даже сдвигаем внутренние органы и так далее есть еще второй момент в асанах мы добиваемся такого физиологического покоя и этот покой и внимание направленное на ощущение в теле они временно тормозят нашу умственную деятельность то есть мы получаем успокоение психики если подобные передышки случаются регулярно то есть организм чувствует что он получает их регулярно то он запускает свои собственные процессы восстановления организма такой механизм понятен ну то есть мы как бы человек рассматривается ну не только в йоге и в аэрвезе я просто хочу для наших радиослушателей пояснить как такую самая исцеляющая система которая в состоянии себя излечить практически или либо приостановить развитие болезни то есть мы в состоянии сами все сделать своими собственными силами йога нам в этом помогает да но когда мы бежим и несемся это естественно не случится естественно да для этого нужно затормозиться совершенно верно потому что например вот в аюрведе аюрведы это в первую очередь она подчеркивает то что мы должны ввести очень размеренный образ жизни и это одно из правил любой системы йоги а какую бы мы не взяли потому что аюрведу тоже в некотором смысле можно отнести к системе йоги и поэтому когда нам кажется что сейчас каждый день занят одним и тем же он превращается в робота и не может нормально проявить свою индивидуальность однако распорядок дня нейтрализует в общем все помехи создаваемые телом позволяет полностью раскрыть все свои способности поэтому очень важно планомерное ежедневное занятие вот именно данных на этой ноте еще перехожу к ответу уже непосредственно на вопрос почему недостаточно заниматься в классе потому что как ты только что сказала смысл в том чтобы делать одно и то же изо дня в день и каждый раз от и до и когда мы проходим один и тот же путь каждый день мы его изучиваем настолько что это позволяет нам уже заглянуть как бы глубже себя и увидеть что-то конечно при условии что мы делаем это не отрешенно а сосредоточенно и прислушиваясь к себе то есть цель которую мы добиваемся вот этими домашними занятиями это уйти от поверхностного восприятия то как мы привыкли функционировать одновременно варим суп разговариваем по телефону разговариваем с ребенком и делаем еще что-то и только в этот момент когда мы уходим от этого поверхностного восприятия мы можем заметить какие-то привычные уже укоренившиеся вошедшие в привычку движения компенсации в своем теле в личной практике возникает такая хорошая конфронтация мы сталкиваемся с некомфортными для себя состояниями с неудобными решениями понятно почему да то есть мы сразу же встаем перед проблемой выбора она заставляет нас задуматься о том что мы едим как мы спим как мы провели вечер накануне если мы занимаемся с утра где наши слабые места и вот в этот момент когда происходит вот это трение противостояние мы и начинаем двигаться вперед и развиваться сдвигаемся с нашей мертвые точки но если что-то хочешь добавить не ездили совершенно я совершенно с тобой согласна и мне наверное с точки зрения аэрведы мне бы хотелось добавить что планомерным таким ежедневным трудом и на самом деле приходим к счастью потому что вот что как и йога так и аэрведа это знания которые нам дают это глубинные целостные знания жизни а и что значит знания жизни это именно правильное знание жизни это знание о счастье о том что значит счастье несчастье благополучие неблагополучие и о том какова мера этого счастья и несчастья поэтому здесь это настолько глубокий вопрос вот мы казалось бы говорим о такой простой может кто-то воспринимает домашнюю практику как физическое упражнение как ежедневную зарядку но тем не менее мы говорим на самом деле о том как быть счастливыми вот поэтому мне кажется это вот такой моя ремарка потому что опять же повторюсь нас передачи серьезно спереди серьезно но нам нужно наша задача сдвинуть людей вот с этой мертвой точки и объяснить как это сделать все таки проще да как как вообще начать что-то делать абсолютно согласно так что мы больше не будем уже так сильно людей пугать и усложнять поэтому давай давай поговорим о том как мы не пугаем как бы как оно есть итак мы выяснили почему нам недостаточно заниматься в классе чем еще хорошо дома такие три практических очень простых вещи первое мы все уникальны и неповторимы а в классе все-таки предлагаемая последовательность асан она направлен она так хорошо сбалансирована на среднестатистического человека то есть там уделяется одинаковое внимание примерно всем участкам тела при самостоятельной практике мы естественно можем избежать и подстроить ее именно под свои индивидуальные способности и потребности очень я люблю второй момент использовать все вспомогательные материалы стену бруски ремни и так далее в классе это не всегда получается особенно стена ну просто элементарно не хватает стен на всех дома можно ее очень замечательно использовать не только для перевернутых страховка при перевернутых позах но как инструмент выравнивание тела при выполнении асан стоя то есть мы можем себе задать вот эту плоскость чтобы наше тело было в одной плоскости на самом деле о очень важный опыт и фактически это подручный тренажер да подручный такой у нас стена для нас служит как раз реальные опоры и поддержкой домашней практике плюс мы никуда не торопимся да если вот мы почувствовали что вот вот оно пошло или вот я в этой позе что-то почувствовал чего раньше не не ощущал а в классе террас и как бы в потоке уже вышел и погнал дальше а здесь мы можем задержаться это очень ценно плюс это элементарная экономия времени давайте подумаем сколько нам нужно на то чтобы одеться собраться выйти доехать до зала запарковаться и потом все это проделать обратно здесь мы это все экономим и в разные моменты жизни мы себя чувствуем тоже по-разному это 3 3 мой такой пункт на который хотела обратить точнее тоже 4 получается мы не всегда полны энергии иногда у нас более уставшие и вот вот это вот ритм наш домашней практике можно подстроить естественно то есть какие-то моменты мы просто не пойдем в зал но дома всегда можно позаниматься и и найти для себя правильную последовательность есть всего на мой взгляд один минус домашней практике я честно больше не смогла придумать и это отсутствие взгляда со стороны но всегда можно выполнять это сразу чтобы вы себе не не находили в этом оправдание всегда можно делать перед зеркалом и это очень полезно но не нужно этим увлекаться скажем раз в неделю хорошо на себя посмотреть а в принципе йога прекрасно развивает то что называется проприоцепция то есть наше восприятие себя в пространстве то что так прекрасно развито у животных и утеряно уже нами поэтому нужно стараться все-таки себя прочувствовать без зеркала но корректировать можно зеркалом и прекрасная идея время от времени просто элементарно снимать себя на видео и тогда уже потом просмотрев вы увидите себя со стороны это тоже очень хороший опыт естественно в классе вы себя не будете снимать на видео но это естественно я кстати вот интересно хотела сделать ремарку по поводу того что вот себя посмотреть зафиксировать да я несколько я подписана на разные аккаунты разных йогов и некоторые из них очень профессиональные некоторые многие из них по ни одному году занимаются йогой и вот они иногда публику публикуют свои фотографии допустим там меня как-то попадалось там вот первый месяц там и третий месяц до 1 это же поза или съемка то есть вот год назад и сейчас и удивительные изменения у людей происходят причем я понимаю что это все достигается именно с помощью домашней практики то есть это ежедневный труд и ежедневная работа и при этом видно изменения физиологические то есть люди могут и больше прогнуться и занять более интерес то есть асана получается более эффективная раскрытая более красивая то как мы видим в журналах йоги хотя люди совершенно обычные не просто делают это каждый день и делают это дома вот именно что дома я кстати вот именно обращала внимание и я даже знаю нескольких йогов которые вообще никогда ни с какими инструкторами занимались а сами к всему пришли просто чисто домашней практики так что это тоже возможно ну я считаю что раз в неделю скажем ходить в класс для коррекции полезно ну или встречаться с учителем но очень многие вещи конечно можно делать из и самому по книжкам учебникам и сейчас видео давай перейдем к такому уже совсем практическому моменту как где когда из и сколько по времени что наверное у многих в голове сейчас этот вопрос а вот и про мотивацию готова поговорить вот мне очень интересно как все таки как себя вот какие бенефиты да вот мы для себя увидеть для того чтобы вот это вот смотивировать себя каждый день встать и сделать эту практику хотя может быть мы как раз сейчас вы мне кажется ты уже сама в общем и ответила на этот вопрос самая главная мотивация это когда ты видишь результат но это да и это во всем так и и и плюс то что я только что объяснила это то чего вы никогда не добьетесь если будете ходить зал все преимущества если это все в голове себе усвоить то мне кажется вот это главная мотивация ну да я согласна но давай вернемся к нашему вопросу где когда сколько времени и сколько времени в идеале конечно в одно и то же время и в одном и том же месте просто элементарно это исключает очень много отвлекающих моментов я подчеркиваю это в идеале это не значит что если вот так не получилось то все не получилось прекрасное оправдание комната должна быть проветренная без отвлекающих запахов хорошо если прибраны очень все что отвлекает не шумное нужно максимально устранить светлое но хорошо если есть возможность затемнение для релаксации шавасане очень важный момент на пустой желудок здесь без вариантов ну естественно съев тарелку супа а каких мы упражнениях или там бурита пиццу кто чего а каких упражнениях можно дальше говорить ну наташа я хотела еще сразу здесь уточнить если допустим все таки у нас там у некоторых из нас утро бывает очень занятым да и мы не успеваем всегда достаточно рано проснуться для того чтобы сделать практику возможно скажем ну через там два-три часа после еды да и к ты конечно конечно это же то это тоже работает но я знаю это не оправдание что я утром не успел все на сегодня в практике не будет нет в любое время главное чтобы на пустой желудок ну да чтобы мы переварили пищу как раз успели переварить то что мы употребили если мы кушали и по времени я бы сказала что 20-30 минут для начала очень хорошее время чтобы начать и втянуться не пытайтесь сразу же сделать себе час или полтора ну просто не получится если из 15 минут пускай будет 15 минут но пускай они будут каждый день как я сказала в начале изо дня в день одно и то же от и до одни и те же 15 минут ну да это очень важно что мы делаем хотя бы 15 минут мы делаем каждый день и я всегда когда разговариваю со своими пациентами со своими клиентами мы обсуждаем их режим дня в которой мы тоже всегда стараемся включить физические упражнения и какую-то йогическую практику то я всегда обязательно обращаю внимание что 15 минут на каждый день я не верю что мы не можем найти 15 минут на себя вот это очень важная на самом деле когда мне тоже начинают рассказывать вот я так занята да мне там дети работа и прочее я я все равно говорю что 15 минут в день даже самый занятой человек он в состоянии найти на себя просто для этого нужно немножко себя немножко прийти к режиму да немножко приостановиться и это нам как раз помогает сделать уделить время физическим упражнения и чтобы уже совсем перекрыть все пути к отступлению и возможное оправдание у меня есть такой практический совет продумайте для себя последовательности на все случаи жизни то есть если у вас есть только пять минут 10 минут 15 минут то есть что вы будете делать чтобы вы точно знали что если у вас появилась или у вас сегодня будет всего лишь пять минут между вот этим и вот эти что вы точно знали что вы можете сделать в эти пять минут они сидели и и не думали ну вот но на пять минут ну что же я могу сделать за это время То есть это должно быть заранее продумано. И ещё очень-очень важный момент к вопросу о нехватке времени. Нужно научиться оберегать свою личную практику и вот это своё временное пространство. То есть быть очень protective, то, что мы называем. Уметь ставить элементарно рамки. То есть сказать, что нет, вот в 9 утра я сегодня не могу с тобой встретиться, давай в 9.30. И постепенно, там где казалось, что уже ничего невозможно втиснуть, время будет появляться. Я вам обещаю и гарантирую. Вот только нужно начать это делать. И время как будто бы будет растягиваться. Замечательный совет. Я совершенно согласна. И я ещё могу посоветовать. Вот то, что у меня работает с моими клиентами. Я всех прошу вести дневник. И всегда обязательно записывать последовательность своих действий. То, что мы делали, вот то, что мы ели, какие у нас были, какая у нас была физическая практика, сколько мы воды выпили. И когда мы начинаем себя вот таким образом дисциплинировать через дневник, то мы удивительно, но находим ресурс времени. Потому что мы начинаем его учитывать совершенно по-другому. И тогда, когда мы уже занимаемся таким планированием, то мы понимаем, что нам нужно это уделить. Мы моментально настраиваемся на изменение своего режима дня. И я бы вот добавила ещё по поводу аюрведы, что в аюрведе одним из первостепенных целительных средств является налаживание режима дня. То есть последовательность, которую мы повторяем изо дня в день. Мы всегда встаём в одно и то же время. У нас нет выходных и будних дней. Мы всегда встаём в одно и то же время, и мы должны этого времени придерживаться. Мы всегда определённые, особенно утренние процедуры, мы всегда соблюдаем определённый режим и делаем одни и те же процедуры каждый день. И это тоже так же помогает ввести ежедневную йогическую практику в наш образ жизни, в наш так называемый лайфстайл. И очень сильно облегчает жизнь, потому что когда у нас есть режим, у нас всегда находится время. Реально. Это правда. И очень хороший совет. Извини, я тебя перебила? Нет, нет, я слушаю тебя. С дневником я его же хотела дать в медитации. Это реально работает. Но очень хорошо, что ты это здесь упомянула. Мне кажется, действительно можно это и здесь использовать. Потому что я всегда, мы когда начинаем работать с моими клиентами, я всегда прошу, давайте мы будем с вами вести дневник. И мы будем записывать. Потому что человек очень часто он не помнит, а что он делал, куда он пошёл, что он поел. Мы в этой беготне, особенно мы здесь живём в каком-то более спокойном с тобой месте. А когда ты живёшь в большом городе, то это такая интенсивность жизни, которая совершенно невероятная. Поэтому обязательно нужно этому время уделять. И если мы посвящаем вот это время дневнику, то наш ум тоже успокаивается. И это тоже в некотором смысле медитативная практика. И вот мы с тобой тут как раз плавно подошли к второй части нашей практики. Подожди, я ещё не закончила немножечко про домашнюю практику. То есть мы обсудили, почему недостаточно заниматься в классе положительные, я один отрицательный момент, занятия дома. Очень чётко, что, где, когда и с чего же вообще начать. Вот хорошо, я выделил время, я уже всё примерно знаю, но я совсем не знаю, что делать. Вот какие-то есть правила, что мне нужно делать. Да, особенно если человек неопытный, если он только начал заниматься йогой, и у него нету такого навыка, понимания вообще, даже если ты ходишь в студию, но ты там ходишь туда месяц-два, ты ещё не помнишь никаких раз. Даже если ты уже год ходишь, всё равно этот вопрос будет стоять. Я люблю начинать занятия с шавасаны или верасаны, каких-то таких поз, которые помогают успокоиться, расслабиться, интровертироваться и настроить такого внутреннего наблюдателя. И уже удерживая вот это внимание внутри себя, в пространстве своего тела, переходим к практике. Да, я хочу, можно я поясню, что такое верасана, а то, может быть, не все нас поймут, это поза героя. Это когда мы сидим между пятками. Мы сидим на пятках. Да, мы сидим на пятках, да, и чтобы просто не все знакомы с понятиями. Это и шавасана, поза трупа, когда мы просто лежим на спине, на полу. Вот начать нужно с чего-то такого и дать себе, особенно если мы делаем это в середине дня, мы не можем мгновенно затормозиться, да, вот как пояс. Если он останавливается, он медленно-медленно, у него замедляется. Точно так же и мы, нужно дать себе хотя бы 3 минуты, чтобы вот слегка затормозиться. Я еще советую, ты знаешь, я очень советую всем таймер просто использовать. Прямо поставила таймер и посидела или полежала, потому что мы иногда, очень многие люди испытывают трудности в шавасане, например, потому что им кажется, что они уже там 3 минуты пролежали, а на самом деле там 15 секунд прошло. Вот, поэтому в йоге очень, это один из вариантов, мне кажется, для домашней практики использовать таймер. Всегда, когда мы фиксируем, особенно для медитации. Теперь, позы делятся на статические и динамические. Лучше начать с динамических. Почему? Они разогреют мышцы, усилят циркуляцию крови, и после этого мы уже переходим к статике. Вообще, настоящая йога — это, конечно, статические позы. В них происходит прилив крови к конкретным органам, и именно статика позволяет нам сосредоточиться и наблюдать, как наше тело, сознание, эмоции, что тоже очень важно, реагируют на эту позу. И именно в статических позах возникает такой вот успокаивающий эффект. Если мы совсем не знаем никакие асаны, мы всё время перекрываем пути к отступлению, предположим, совсем не знаем никаких асан. Есть прекрасный цикл упражнений на раскрепощение суставов. Называется «Павана Муктасана». Разработан Свами Ситянанда Сарасвати, очень известным учителем. Очень легко его найти. Это именно комплекс на проработку всех суставов, вот начиная от шеи, плечевые суставы, локти, кисти, рук, тазобедренные колени и стопы. Вот мы их все последовательно просто прорабатываем. И здесь ошибиться невозможно. Может делать хоть кто дома, никто за вами присматривать, приглядывать не нужно. Чем они хороши? Они учат нас двигаться в гармонии с дыханием и не гнаться ни за какой целью. Это очень важно. То есть просто двигаться и быть в это погружённым. И у нас опять же происходит циркуляция крови и лимфы. Все суставы и мышцы подготавливаются уже к более сложным асанам, если у нас следующая ступень асаны. И вообще это делать может абсолютно хоть кто. Если, например, вы даже знаете асан, но вот сейчас вам здоровье не позволяет делать такую практику. Вот Павана Муктасана. Я хотела бы добавить, что такое Павана Муктасана. В переводе с санскрита это означает очищающий огонь освобождения. И как утверждают йоги, Павана Муктасана, она излечивает неврастению, нарушение пищеварения. Она способствует налаживанию перистатики. Она препятствует скоплению газа в кишечнике. И это очень важная практика. И она даже нам помогает похудеть на самом деле. Хотя, казалось бы, это очень простой комплекс, для которого никакой специальной подготовки не нужно. Да. Спасибо, Настя. Очень хорошее добавление. Рассказываю короткую историю на тему, что нужно хоть с чего-то начать. Я читала у Айенгара, когда к нему привели очень-очень старенького философа, который уже не мог сам даже стоять, его поддерживали. Настолько он уже был ослабший. И Айенгар с ним, подробно поговорив, сказал, ему надо делать стоячие позы. На удивление учеников, его окружавших, какие стоячие позы, да, он стоять не может, он сказал, он их будет делать лёжа. Вот это просто к тому, что начать заниматься йогой можно в любом состоянии, не нужно придумывать себе никаких отговорок на эту тему. И здесь мы можем закончить уже с домашней практикой. На этой радостной минуте. Я бы ещё, может быть, пару комплексов, которые тоже для начала всё-таки упомянула. Во-первых, это Сурии Намаскар, да, это один из очень известных, это приветствие Солнцу. Это как раздинамическое, относится к динамике. Да, но тем не менее... Для разогрева. Для разогрева, и если у вас есть возможность заниматься утром, и утренняя практика, то мне кажется, что эту практику очень хорошо рекомендовать. Она тоже не очень сложная, и, в принципе, её довольно легко научиться делать самостоятельно. Особенно сейчас, когда есть огромное количество вспомогательных средств, там всякие приложения в телефонах, для планшетов, ролики на YouTube. И, в общем, можно эту практику пройти. Вот. И ещё есть практика приветствия Луне. Чандра-намаскар, которую можно делать вечером, в вечернее время. Эта практика, на самом деле, более сложная, чем Сури-намаскар. И она требует определённой подготовки, но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели о ней тоже знали. И, возможно, постепенно наращивая... Вот интересный такой момент. Мы когда начинаем заниматься, нам уже хочется и утром, и вечером иногда так бывает, поделать что-нибудь и прийти к какому-то вот такому графику, когда мы успеваем включить и утренние, и вечерние занятия. Это очень здорово, когда у нас есть такая возможность. Я не знаю, может быть, ещё какие-то, Наташ, комплексы, которые можно было бы готовы, чтобы нам не порекомендовать слушателям, ну, не искать набор каких-то... Я не скажу никаких готовых пост, вот кроме тех, которые ты упомянула, потому что они действительно очень распространённые, есть везде и много кому подходят. Я бы сказала так, что если уже человек подготовленный, и он ходил в класс, и он знает какой-то набор асан, нужно просто сесть и для себя, как я вот уже говорила, на 5, на 10, на 15 минут, написать последовательность, которую он считает ему подходит. Не пытаться её откуда-то взять готовую. Нужно именно уже вот в этот момент начинать прислушиваться к себе и делать то, что хочется тебе. И, пожалуйста, не привязывайтесь к тому, что это должно быть... выглядеть так же красиво, как оно выглядит в классе. Вот так же оркестрировано, плавно перетекающее из одной в другую. Это абсолютно не важно для домашней практики. Пусть оно будет не такое красивое и последовательное, и плавное, но оно будет уже ваше. И ещё важное замечание. Домашняя практика не обязательно должна приносить удовольствие или удовлетворение, или ощущаться, как какая-то духовная практика. Не нужно к этому привязываться. Она может быть как раз неприятной вначале, скучной и такой раздражающей. Нужно быть к этому готовым. Да, это очень, кстати, важное замечание, потому что говорят, что для того, чтобы мы пришли к соответственному образу жизни, благостному, сначала мы получаем яд, а потом нектар. Это такой закон жизни. Поэтому это очень важно учитывать. И не всегда у нас действительно всё сразу получается и доставляет нам удовольствие. И, кстати, ещё одна такая ремарка по поводу того, как мы там 5, 10, 20 минут. Во-первых, обязательно запишите порядок асан, который вы хотите выполнять. Не надейтесь на свою голову и не надейтесь на то, что вы всё сразу запомните. Пусть у вас перед вами будет обязательно какой-то список того, что вы должны сделать. И ещё, я не знаю, конечно, как в России для нашей русскоязычной аудитории, но вот в Америке выпускают Yoga Journal и здесь есть в помощь для начинающих есть такие варианты домашних практик. Как раз они расписаны по времени на 10, 20 и 30 минут. Очень удобно для начинающих пользоваться, ну, хотя бы как пример, как источник информации. Да, это всё есть. При желании всё можно найти. Ну, вот я просто, так сказать, какие-то советы даю для того, чтобы люди понимали, где что искать, потому что информации очень много, и мы с тобой, как люди более опытные, можем дать какой-то более авторитетный совет в этом случае. Вот. Ну и, наверное, уже мы сейчас поговорим про медитацию, да, потому что, в принципе, йога без медитации, она не существует. И на самом деле, всё, что мы делаем в йоге, как мы говорили в прошлый раз, это для того, чтобы наше тело подготовить к медитации. И даже если мы начинаем свою практику домашнюю с позы шавасана, да, то тем самым мы тоже уже делаем такой предмедитацию, да, как я понимаю. Что же такое медитация, Наташа? Расскажи нам, как человек, сведущий. Да, медитация. Давайте сначала с понятием определимся, потому что медитации называют очень много разных вещей. В йоге под медитацией понимается созерцание. Такой, можно сказать, что это выход в изменённое состояние сознания. Подобное состояние возникает в каких-то экстремальных ситуациях, ещё как подъём на большую высоту или спуск глубоко под воду, эмоциональные потрясения или всем нам известные интоксикации. Но медитация отличается от вот этих всех перечисленных тем, что это не случайный, а преднамеренный и управляемый процесс. То есть это созерцание и это мышечная и ментальная релаксация. У нас есть что добавить? Нет, я очень всё ёмко и достаточно правильно. Ну, всё верно, я с тобой согласна. Я могу говорить говорить только о такой начальной стадии медитации, потому что просто у меня нет опыта более глубокой, когда уже совсем ты закапываешься в бессознательное. Я думаю, что до этого в общем и не так много кто доходит. Это чтобы было понятно. я бы знаю, что добавила. Я хочу сказать, что медитация это прежде всего практика индивидуальная. Она не относится никакой философии, никакой религиозным практикам, потому что очень многие путают, они думают, что если ты нужно обязательно какой-то религиозной конфессии принадлежать, да, потому что я сталкивалась с такой позицией тоже. И я бы хотела сказать, что в медитации нет никакого волшебства и магии. Каждый человек способен медитировать и нужно себе разрешить это делать, потому что тоже, опять же, очень часто возникает вопрос, а как же мне это сделать? И определенным упражнениями, ежедневной практикой мы можем начать медитировать. И цель медитации это прежде всего достижение здоровья, здорового тела и здорового ума. И достижение спокойствия, гармонии, равновешения, получения счастья. То есть на самом деле в медитации мы достигаем счастья. Поэтому так это важно. Не отказывайте себе, как говорится. Так, начнем с практических, переходим сразу же к практическому моменту или немножко поговорим про какие сложности на этом пути у нас могут возникнуть. Давай про сложности, потому что это важно. Сложности, потому что это очень важно. и это как раз сложно где-то найти. Я для себя выделила такие три основные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Это лень, страх и надежда. начнем с лени. самое простое. Лень проявляется в нашем стремлении перенести все на завтра. Всем знакомо, да? Конечно. Не делать самому, то есть обратиться к какому-нибудь лайф-коуч, психологу и так далее. Я ни в коем случае не имею сейчас против ничего этих профессий, я просто говорю, что это в данном случае это наша лень. Нам кажется, что кто-то за нас это решит. То есть мы не будем, мы пытаемся понять это умом, не участвуя в этом процессе лично. Здесь так не работает. То есть как я и ты уже много рассказали даже только за это занятие, что йога делается только лично, каждый день заново и каждый день от и до. То есть если кто-то думает, что вот вчера я так замечательно позанимался, сегодня можно поменьше, это не работает. как бы это все равно что сказать, ну вчера уже подышал, да, сегодня можно сделать перерывчик. С ленью понятно. Второе препятствие это надежда. Суть в том, что человек надеется, что станет лучше, реально ничего для этого не предпринимая. Тоже очень хорошо всем знакомо. И такое слово всем знакомое потом. То есть вот как бы надеемся, что потом оно само как-то устаканится, как будто бы мир замер, стоит на месте и мы можем посидеть и подождать, что оно само как-то решится. Я совершенно согласна, потому что мне сейчас пришла на ум такой был замечательный фильм по произведению, по роману Сидни Шелдона, который назывался «Если наступит завтра». Так вот, я вам скажу, завтра никогда не наступает, потому что всегда сегодня. Это очень важно понимать, что потом никогда не бывает, бывает только сейчас. Значит, второй – это отказ от надежды, непременные условия начала действий. Третий – страх. Вот это уже немножко сложнее. Со страхом связан отказ от надежды. То есть это сразу же уже страшно. Плюс страх узнать о себе нечто такое, что никогда не осознавалось ранее. И как бы увидеть свою изнанку. Это неприятная процедура. Почему? Потому что об этом очень хорошо кстати рассказывает Мирапа Мардашвили, но неприменимо к медитации вообще к познанию. Что человек так устроен, что для него расставание с образом идеального и уважаемого себя очень страшно. Он его хронически избегает, потому что это как расстаться со своим identity, со своим должностям. С самоидентификацией. Да, да, да. само тождество, то есть с тем образом, в котором мы способны быть в мире с самим собой и относиться к себе с уважением. А нам очень важно относиться к себе с уважением. И чтобы с этим справиться, надо временно устранить чувство самосохранения. То есть как бы отключить, выйти за рамки инстинкта вот этого самосохранения и отказаться от надежды на какой-то позитивный результат. Вот это как раз немножко философская вещь, которую нужно понять именно самому. Не просто принять как факт, который я произнесла, а именно прочувствовать, войти в эту мысль самому включиться. Да, это очень важно. Да, это реально сложно. И такое замечательное замечание Ницше, которое я себе выписала. Он говорил, что сверхчеловеками мы не станем, но стремясь быть сверхчеловеками мы станем людьми. И поэтому имеет смысл вот кружиться вокруг этого невозможного. Да, я согласна. С чего же нам начать медитировать, Наташа? Вот это тоже очень важно. Как нам с чего? Как? С чего начать? Ты уже дала прекрасный и очень-очень важный момент таймер. Значит, тупо по таймеру ставим на 10-15 минут вначале. Что нам это дает? Убирает как минимум одну назойливую мысль, когда же мне это нужно закончить. Да? Да, у нас есть высшая сила, которая нам поможет в этом вопросе. Прозвонит в нужный момент, тогда и закончим. Теперь вспоминаем, что асаны и пранаямы изначально создавались с целью, чтобы подготовить наше тело и ум как раз к медитации. Поэтому в идеале, если вы сначала сделали асаны, потом пранаяму, и тогда трудностей с медитацией будет намного меньше. Те же самые требования к помещению, что и с асанами. Тихое, без посторонних запахов, каких-то раздражителей. Время очень-очень важно. Самое лучшее время считается между четырьмя и шестью часами утра. Это так называемое время покоя. И начинать лучше всего с него. Опять же, это не значит, что если вы не проснулись до шести часов утра, что все на сегодня поставлен крест. Некоторые не ложатся же еще в это время. я очень четко заметила, что в те моменты, когда больше всего нужна медитация, уход в себя, то есть когда у тебя что-то такое происходит в жизни, через какой-то стресс проходишь, сложнее всего себя на самом деле заставить сесть, закрыть глаза и начать медитировать. И в этом плане вот это время с четырех до шести, оно очень хорошо помогает, потому что здесь нам помогает сама природа в этот момент. У нас самое спокойное состояние ума. Поза. В первую очередь это, как можно знаем, из сутр должна быть устойчивая и удобная поза, то есть та, в которой мы можем находиться длительное время, и которая нас не тоже не раздражает. Позвоночник в идеале должен быть в прямом вертикальном положении, в то же время без напряжения. То есть традиционные позы это подмасана, поза лотоса известная, и ситхасана. Это похоже на позу лотоса, только ноги не протянуты между коленками. Можно просто сесть в позу со скрещенными ногами, можно сесть в верасану, если у вас колени не готовы к тому, чтобы вот так закручиваться. Верасану это когда мы сидим на пятках, как ты уже хорошо меня поправила, потому что я подразумеваю, все все знают. Но даже если вы не можете в этих позах, найдите удобную позу для себя, сидя, лежа, стоя. То есть можно просто на самом деле сесть на стул и сделать тоже медитацию. И это не должно препятствия послужить для того, чтобы ее не делать. На стуле тоже хорошо, прямой позвоночник, но в то же время он поддерживается. То есть главное, чтобы вы могли расслабиться, и у вас было тогда больше шансов попасть в ментальный покой, расслабиться ментально. Есть очень много техник в разных школах, приемы, алгоритмы действий. Назову только некоторые самые известные мантры, которые произносятся вслух или ментально и создают какую-то определенную вибрацию. Янтры, мандалы, это когда мы концентрируемся на каком-то изображении. Типа геометрических узоров, перебирания четок. Я бы сказала, самое простое это через наблюдение за дыханием. Но только через наблюдение на основе полного невмешательства в дыхательный процесс. То есть мы замечаем дыхание, какое оно у нас, учащенное, неравномерное или наоборот ровное, больше через правую ноздру или через левую, но не пытаемся никак его корректировать. Первое, через дыхание. Второе, сосредоточить внимание на точке между бровями, так называемый третий глаз. Но не сконцентрироваться, а такое рассеянное должно быть внимание. И конечно сразу же будет хлынет поток мыслей. Как только мы останавливаем тело, у нас сразу же голова заполняется мыслями. Самое главное здесь с ними не бороться. Их нужно так как бы отстраненно фиксировать самых факт существования, но не думать. То есть мысль есть, но я ее не думаю, не втягиваюсь в этот поток, а только созерцаю. Вот это слово созерцание вспоминаем. И чтобы закончить на веселой ноте, моя восьмилетняя дочка, когда мы с ней пытались медитировать, я ее не привлекала, это была ее полностью идея, она придумала сама очень интересный способ. Она сказала, мама, можно моргать, не открывая глаз, и тогда мысль проходит. Я попробовала, и действительно проходит. То есть постепенно у вас какие-то свои техники тоже наработаются и придумаются. Если уж у восьмилетнего ребенка придумались, то мы сможем. и главное не ожидать ничего от этого, никаких определенных эффектов. Просто мы это делаем, потому что мы это делаем, и все. Это очень важно, потому что очень часто мы все, наше общество, оно результатоориентированное. Вот как раз в практике йоги, в практике оверведы один из основных моментов не получения результата, а самодействия, и на это нужно обращать внимание, потому что здесь результат, он придет, но вот мы в прошлой передаче об этом говорили, что результат может прийти через 15 лет, а может быть мы в этом теле результата никогда не достигнем, но тем не менее именно йога, она нас ориентирует на действия здесь и сейчас, и мы должны все время делать, и делать, и делать, и делать, и продолжать это. Ты согласна со мной. И, да, я забыла про журнал, то, что ты говорила, это очень-очень помогает, реально, просто запишите, сегодня 10 минут, сегодня 15 минут, или, что запомнилось, пролетели незаметно, или не мог дождаться таймера, болела спина, очень хорошо, если вы написали, сегодня, в какой-то момент появится, сегодня лучше спал после медитации, и вот это очень помогает сдвинуться с места. Да, это нам дает некоторые ощущения результата, и на самом деле тогда наблюдение за собой мы даем возможность, мы понимаем вообще, что с нашим телом и организмом происходит. К сожалению, у нас уже время заканчивается, хотя тема очень глубокая, очень важная, и мне кажется, нам нужно обязательно к ней еще вернуться, потому что мы все аспекты медитации, разные техники и практики более подробно не рассмотрели. Я думаю, что мы с тобой обсудим и еще поговорим об этом обязательно. Спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что были с нами. С вами была Анастасия Хрущинская и Наталья Огородникова в программе на радио, интернет-радио Сангейтс «Путь йоги». И мы встречаемся с вами по понедельникам в 11 часов по времени Чикаго, в полдень по времени, по атлантическому времени в Нью-Йорке и у нас в Сан-Франциско, где мы находимся с Натальей. Это было в 9 утра и в Москве в 19.00. И до новых встреч. Оставайтесь с нами на волнах радио Сангейтс. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова